Все в Австралии любят есть мясо, а я не ем мясо. Этот бицепс выращен не на мясе. Мои лучшие результаты? Присед около 180 килограмм. Становая тяга более 220. Меня постоянно спрашивают о мясе и протеине. Самые большие и сильные животные на планете не едят мясо. Некоторые из профессионалов бодибилдинга не едят мясо. Я занимал второе место среди юниоров в национальном турнире по бодибилдингу и третье место в старшей группе. Как я уже говорил о силе, вам не нужно объедаться мясом. Что, кстати, вредно. Но гарантирую, ваша сила все равно будет с вами. Когда человек прекращает есть мясо, его болезни начинают отступать. В зелени много полноценного белка. Вам просто промывают мозги. Мясо вам не нужно. В 27 лет у меня было столько проблем со здоровьем, что это даже трудно представить. Оглядываясь вокруг, я видел, что я такой не один. И тогда я сказал, это нужно изменить. Я лечилась сразу шестью разными медикаментами. Наблюдалась у девяти докторов. Стала зависима от болеутоляющих. Я не могла пошевелить ни левой, ни правой рукой. Иммунная система ослабла, я была в очень плохом состоянии. И фактически уже составляла завещание. Мы живем в самой больной культуре за всю историю человечества. Люди заболевают раком и умирают раньше срока. Тогда как представители других культур живут по 100 лет и больше. Три миллиарда бэби-бумеров смотрят в зеркало и приходят в ужас. Появляются морщины, выпадают волосы, тело обрастает жиром. И они понимают, что диеты, таблетки, лосьоны, хирургические операции, инъекции просто не работают. Ваш организм изголодался по питательным веществам. А современная пища заставляет нас есть все больше и больше и больше, не содержа при этом нутриентов. Но какой доктор напишет плохое питание? Свидетельство о смерти. Что, если бы вы могли повернуть время спять прямо сейчас и больше никогда не болеть? Ответ проще, чем вы думаете. Многие уже делают это. И постепенно это начинает менять мир. Я люблю это. Я это просто обожаю. Самые примитивные люди на Земле живут дольше нас на 50 лет. У них нет страховок, таблеток, рентген, электричества, холодильников и магазинов. И в 100 лет они выглядят отлично. Так у кого лучший выбор? Если я возьму это яблоко и посажу его в землю, у меня вырастет яблоня. Но если я возьму эти макароны, этот хлеб или эту кашу и посажу их в землю, что мы получим? Плесень. Так в чем же разница между этим и этим? Здесь есть жизнь. Жизнь. Это то, что нужно нашему организму. Пищевая пирамида, о которой мы говорим, становится бессмысленной. Если я посажу в землю эти витаминки, что, как вы думаете, вырастет? А вы знаете, и это, кстати, почти не контролируется, что большинство химических средств, попадая на кожу, проникают прямо в кровь. Прямо в кровь, верно. Это ужасно. Давайте, сидите в своих огромных креслах, подтягивая смеси сахара и холестерина. Удивляясь, почему выпадают ваши волосы и без причины портятся зубы. Люди, когда же вы возьмете на себя ответственность за свою жизнь? Ваше тело – живой организм, поэтому ему нужна живая еда для жизни и высокой работоспособности. Люди назовут вас хиппи за такое питание. Как будто нужно быть хиппи, чтобы так питаться. Либо скажут «А, он веган!» или «Защитник животных». Что ж, ладно, вы можете говорить что угодно. Но когда вы начнете питаться живой пищей, вы сами почувствуете себя лучше. Давайте, сделайте себе желудочный бандаж, чтобы съедать один батончик вместо двенадцати. Это легко. И это очень просто. Это не ракетостроительная наука, не хирургия. Вам не нужно обладать специальными глубокими знаниями. Это папайя. Это манго. Это называется еда. Здесь, в нашей стране, не развита медицинская система. Но благодаря натуральному питанию нам не нужны больницы. Здесь нам приходится ходить пешком на работу, автобусов у нас нет. Это увеличивает сердечный ритм, поэтому мы здоровее. Я знаю, что вы думаете. Как мне повредит одна пицца, пирог или гамбургер? Вы думаете, что это просто пройдет через вас и полностью выйдет на следующий день? Ваше тело использует то, что вы едите для построения новых клеток. Ваше тело производит миллионы клеток каждый час. Как вы думаете, из чего будут состоять эти клетки? Эта пицца станет частью вас. И эти клетки не будут правильно работать. Почему, как вы думаете, вы постоянно на грани болезни? Почему вы такой уставший все время? Почему вам так трудно сконцентрироваться? Я постоянно бегала по врачам по любому поводу. Помните сказку про трех поросят? Один построил дом из соломы, другой из дерева, а третий из кирпича. И когда волки появятся в вашей жизни, а так и будет. Из чего будет сделан ваш дом? Моему отцу сделали операцию на мозге. Из-за судорог в руках и теле. А всего за три с половиной недели сыроедения, его здоровье улучшилось на 90%. Сейчас он может работать. И больше не мучается от боли. И это всего за три с половиной недели. Все ученые и доктора в мире не в состоянии сделать яблоко. Они не могут взять азот, кислород и углерод и сделать хотя бы одну живую клетку. А ваше тело может. Единственное, что действительно может исцелить ваше тело, вы сами. Я думаю, что еда должна быть вашим лекарством, а не просто еда ради нее самой. Возможно, вы имеете тело, которое вас не очень радует. Есть люди, которые собирают старые машины, превращают их в хутроды и даже выигрывают соревнования. Они не просто берут старый автомобиль и обновляют на нем краску. Они разбирают его до основания, вычищают весь хлам и собирают машину с нуля. Вот что вам нужно сделать с собой. Вы хотите быть сексуальными? Тогда начните все сначала. И это значит действительно сначала. Вы должны есть пищу, которая выросла на земле. Я говорю о питании, которая заряжает вас на целый день, без дополнительных перекусов. Невозможно понять, что вы нездоровы, пока не ощутите настоящее здоровье. У меня прошли боли в пояснице. Прошла заложенность на суд. Мне нравится в 52 года чувствовать себя на 22. Я обещаю, что питаясь таким образом, вы будете чувствовать себя намного лучше. Вам действительно стоит попробовать это международное питание. Питание сырой пищей – это здорово. Это следующий шаг. Внесите перемены в свою жизнь. Вы можете измениться прямо сейчас. Я работаю по 16 часов в день, и у меня есть время на сырую пищу. Оно есть и у вас. Дайте своему телу то, в чем оно нуждается, и наблюдайте, как начнут происходить. Жизнь или смерть? Выбор за вами. Выберите жизнь. У нас есть выбор каждое мгновение. Будьте честны с собой. Настало время снова быть здоровым, живым и красивым. Кому не позволяйте говорить вам, что вы уже слишком стары, для чего бы то ни было. Это ведь так просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова